Всем привет! С вами Кевшин Александр. Вы, как всегда, находитесь на канале Good Idea. И сегодня мы приехали с вами в замечательный жилой комплекс, который называется Seven. Приехали, как всегда, на замеры для создания дизайн-проекта. Что из этого получится, вы увидите в конце ролика. Как всегда, я расскажу вам немножко о самом ЖК. Поделюсь своими впечатлениями о том, что же увидел снаружи. И как же все устроено здесь внутри, насколько хорошо постарался застройщик. Оценим вместе с вами, я думаю, по достоинству. Итак, понеслась! Так вот, что в целом можно сказать об этом комплексе. Данный комплекс находится на жилмассиве Сокорки. Застройщиком данного комплекса является столица Групп. Столица Групп это один из самых крутейших на данный момент застройщиков. Насколько я помню, это был застройщик года 2019. Это тот же застройщик, который строит такие комплексы, как Галактика, Варшавский, Варшавский Плюс. То есть, даже по этим названиям вы, в принципе, можете оценить все те объемы, которые дает этот застройщик по достоинству. Хватит о застройщике. Будем переходить непосредственно к описанию комплекса. Данный комплекс называется ЖК-7, как я вам уже говорил. Как ни странно, несмотря на название, в Севене будет всего лишь 6 домов. Хотя, любой человек, который слышит цифру Севен, наверное, думает, что их будет 7. Но, насколько я понимаю, застройщик подразумевал следующее. То, что здесь будет находиться 6 домов и один наземный паркинг. То есть, 7 каких-то частей комплекса. Я думаю, что это вот как-то так. Какая-то такая задумка. По классу строительства данный ЖК относится к комфорт-классу. Как всегда, мы с вами оценим, насколько задекларированные застройщиком характеристики класса ЖК относятся непосредственно к тому, что же у нас есть снаружи и внутри. Здесь у нас будет находиться наземный паркинг. То есть, есть вот парковка такого типа, как вы сейчас видите. Парковка вдоль домов. Закрытой территории здесь не будет. А будет еще и многоуровневый наземный паркинг. Где конкретно он будет находиться, я не знаю. Насколько понимаю, где-то вот здесь. Можете меня поправить, если я ошибаюсь. Когда-то, когда планировал инвестировать в недвижимость, рассматривал этот жилой комплекс как один из вариантов инвестирования. Но решил остановиться на другом. В принципе, если кому интересно, в дальнейшем в одном из видео я поделюсь с вами тем, куда же инвестировал я и что из этого получилось. Если вам будет интересно, то обязательно покажу, расскажу все о том, куда же занесла меня моя жизненная дорога, мой жизненный путь. с какими проблемами я столкнулся и что из этого всего получилось на данный момент. Вот, как-то так. Поэтому жду от вас комментариев на эту тему. А пока гуляем по ЖК-7 в ожидании заказчика и рассказываем, делимся с вами впечатления от увиденного. С точки зрения вида, кстати, вот 7 с этой стороны выглядит следующим образом. Прикольные домики. И, кстати, мое личное наблюдение. Этот ЖК, столица групп, построила абсолютно так же. Или же наоборот, второй ЖК, который выглядит абсолютно так же, построен по одному проекту. Сейчас я имею в виду проект Варшавский Плюс. Дома абсолютно идентичные. То есть застройщик решил немножко сэкономить, не напрягаться и использовать один и тот же проект для создания двух ЖК. Вот там вы можете видеть ЖК Заречный, ЖК Славутич и Славутич-2, в котором мы также делали проектную документацию. Но там был технический проект и о нем видео, в принципе, вы, я думаю, никогда и не увидите. ЖК Риверстоун. Там у нас тоже был один проектик. Его можно видеть у нас на сайте. По технологии строительства данный ЖК является каркасно-монолитным, что для нынешних реалий строительства, безусловно, самый лучший вариант. Других вариантов пока не придумано. Сейчас вы видите перед своими глазами детскую площадку, которую еще достраивают, доделывают, доводят до ума застройщик. Это хорошо, что она есть. Хорошо, что все ограждено таким заборчиком. Дети никуда не вылезут, не упадут и не смогут травмироваться. Хорошо, что эта площадка имеет, в принципе, полный цикл всяческих прибамбасов для детей, для самых маленьких, для тех, кто постарше. Также есть баскетбольная площадка. Ну, в общем, хорошо и функционально. Это классно, потому что не у всех застройщиков, как ни странно, хватает мозгов на то, чтобы сделать полноценные детские площадки для своих жителей. Вот. По этажности зданий. Здание здесь немножко нестандартной высоты. Это 26 этажей. В этих 26 этажах умещается 25 этажей. Как ни странно, 26 является вторым уровнем двухуровневых квартир. То бишь, это такое 25+. Поэтому и 26, поэтому такая нестандартная цифра. Вот. Относительно отопления. Система отопления здесь централизованная, что тоже, в принципе, неудивительно. Это большой жилмассив. Все коммуникации здесь есть и проблем к доступу к этим коммуникациям возникать не должно было. В принципе, их и нет. Вот. Централизованное отопление. По заполнению перегородок, которые находятся непосредственно в самих квартирах, выполнены они из керамзитобетона, из керамзитблоков. Это тоже довольно-таки неплохой вариант. Но мы не любители ни керамзита, ни газобетона. Мы адепты гипсокартонных стен. Поэтому гипсокартон наш супер-мега-фаворит. Всем мы его предлагаем. Делаем стены из него. А почему так? Мы обязательно снимем для вас ролик, в котором будет пояснительная речь о том, почему гипсокартонные стены намного круче, чем стены из керамзитблоков, из газобетона, из керамоблоков, либо из чего-либо другого. Я думаю, этот ролик будет очень познавательным, интересным и полезным для вас, дабы развеять все мифы о гипсокартоне, которые существуют, относительно его прочности и всего подобного и смежного. В данном ЖК есть одно, двух, трех, четырехкомнатные квартиры. Также двухуровневые квартиры, о которых я вам уже сказал в этом видео, говоря об этажности. В продаже, насколько мне известно, уже нет трех и четырехкомнатных, их все раскупили. Есть только одна, двух и двухуровневые квартиры. По высотности потолков, из той информации, которую удалось найти, высота потолков от пола до потолка задекларирована 2,73 метра. Насколько я понимаю, 2,70 стандартная высота, 3 метра это высота в двухуровневых квартирах, высота одного из этажей. Насколько я прав, судить не могу, но попадем внутрь квартиры, узнаем, какая высота хотя бы на том объекте, где мы будем проводить замеры и в дальнейшем делать проекты ремонта. Утеплены фасады минеральной ваты, что есть очень круто, правильно и супер-супер полезно, экологично и так далее. Это лучший вариант для утепления фасадов. Отделаны сами фасады вот такой вот декоративной плиточкой. Выглядит все это красиво. Первые офисные этажи отделаны такой плиточкой. Дальше идет просто структурная, нет, хотел сказать структурная покраска. Это больше похоже на декоративную штукатурку барашек, что-то в таком стиле. По цене за квадратный метр она составляет от 22 до 32 тысяч за квадратный метр. Опять же таки, я предполагаю, что ценообразование связано с очередью, в которой продается квартира, и с ее квадратурой, а также с уровневостью, с уровневостью. Одна или двухуровневая квартира. Ну вот, какой-то такой обзорчик данного комплекса. Сейчас с вами пойдем внутрь для того, чтобы сделать обмеры. Что из этого получится, повторюсь, как уже и говорил ранее, вы увидите в конце и сможете вместе со мной провести какой-то, точнее, подвести какую-то черту и вынести свой вердикт относительно того, относится ли этот комплекс к классу комфорт или же нет. Погнали смотреть, что же у нас внутри. Итак, начнем нашу экскурсию с входа в квартиру. Справа застройщиком предусмотрена вот такая ниша под гардеробную, под шкаф. Также здесь мы видим вводные коммуникации по слаботочке, вот здесь вот. И не понимая, зачем здесь строщики делают вот такую разводку электрики, но об этом потом. По основной счетовой. Сейчас заглянем, что у нас здесь есть по автоматам. Здесь мы видим три автомата десятки и три узошки шестнадцатых. Здесь мы с вами видим 63-й вводной автомат и 40-й дифриле. Более детально о расключении счетовой с вами поговорим в следующем выпуске. Сейчас продолжим экскурсию. Здесь мы видим датчики пожарной безопасности. Это основные проводные датчики, которые являются приемником сигнала от других датчиков, беспроводных, которые расположены по всей территории квартиры. Итак, санузел номер один. Сейчас посмотрим с вами, что здесь за производитель трубы. Сейчас попробую приблизить еще. Вот здесь более-менее отчетливо видно, что производитель здесь КАН. Что у нас здесь еще? Стояк. Стояк выведен довольно-таки комфортно для дальнейшей разводки. По уровню стяжки. Вот так вот покажу вам ее уровень. Приблизительно видно по кирпичу, что здесь около семи сантиметров. Это довольно-таки стандартная толщина стяжки. Классная штука. Вот этот квадратик. Очень прикольно. И очень на самом деле круто, что застройщики, некоторые застройщики, такие как столица, делают такие вентиляторы. Единственный их негативный момент, то что они очень громоздкие. Посмотрим с другой стороны на коридор. Вот так вот он выглядит. Коридор из тысячи дверей. А здесь первая неприятность. На стук слышно, в принципе, о том, что стяжка не бухтит. Но все же это довольно-таки печальный момент. И мы всегда обращаем внимание на такие трещины. Главное, чтобы их не было в большом количестве и по всей квартире. Так вот выглядит у нас комната номер один. Посмотрим с вами на стяжку в этом помещении. Здесь сделан компенсационный шов. Это классно. И проблем со стяжкой здесь нет. Ну и само собой не могу пройти мимо вот таких вот шикарных видов. Жаль, что окно здесь открыть нельзя. Но, тем не менее, полюбуемся с вами секундочку. Ну, как говорится, хорошего понемножку полюбовались с вами видами. Перейдем дальше к обзору комнаты. Из того, что мы здесь наблюдаем, это вот этот компенсационный шов, проработанный монтажной пеной. Также в месте стыка перегородки из двух разных материалов монолита и керамзитоблоков возникла вот такая вот трещина. Будем надеяться на то, что в этом месте есть перевязка и стена не вывалится со временем. Но, само собой, когда будем приступать к ремонтным работам, мы все эти вещи проверим. И если что-то сделано недобросовестно, то обязательно переделаем. Ну, а сейчас мы с вами попали в основное помещение. И тут также посмотрим и пройдемся по основным параметрам. Так как это кухня, и посмотреть здесь есть на что. На что бы я обратил ваше внимание, так это вентиляционный канал. Что необычного, так это то, что выполнен он из нержавейки. Ну, и мало кто из застройщиков такое практикует. Так же, как и в санузле, здесь имеется посадочное место под вентилятор. По трубам, как был кан, так и остался. Еще рядом имеются такие вот две протяжки. Интересно, по задумке застройщика, для чего они нужны. Так, здесь у нас стоячок с редукцией на 50-ую трубу. Еще одна панорамка этой части помещения. Так, вот здесь выполнена армировка дверного проема. Грустная, одинокая арматура. Еще одна панорамка помещения. Что бросилось в глаза, так это такое же на растрескивание вместе стыка разных материалов, как и в предыдущем помещении. Причем идет оно по всей длине. О, 18 градусов. На улице ведь февраль месяц. По сняшке здесь никаких замечаний нет. Идем дальше. Что примечательно, это классная штука. Место для вывода сброса конденсатора или другими словами дренаж. Радиаторы установлены 22 типа, размером 30 на 140 сантиметров. Идем дальше. Итак, попадаем с вами на балкон. Балкон у нас объединяет сразу два помещения. Это спальную зону и кухню-гостиную, из которой мы с вами и попали в это помещение. Как мы видим, по стяжке здесь никаких особых замечаний также нет. Выполнена пара гидроизоляция оконных примыканий. Еще раз смотрим на стяжечку, демпферная лента. Все красиво. Радиаторы установлены металлические. Как я уже говорил ранее, 22 типа. Здесь размер 30 на 72. А сейчас посмотрим единственное открытое окошко на объекте. Там классно. Вот такой вид открывается из окон с этой стороны квартиры. Если вначале я показывал вам не менее замечательный пейзаж правого берега, то сейчас вы можете наблюдать бетонные джунгли, которые окружают комплекс с этой стороны. Хотя, вот здесь немного затесался и кусочек правого берега. Круто. Когда квартира на верхних этажах, очень круто. А вам как? 22 этаж, это очень круто. Итак, находимся на завершающей стадии экскурсии по квартире. Из того, что можно отметить металлопластиковые окна Рихао. Рихао это круто. Смотрим с вами на вторую комнату. Здесь ребята как раз делают замеры. Такая вот панорамка. Ну и, как всегда, не могу не поговорить о видах за окном. Слева наблюдаем ЖК Славутич, ЖК Заречный. Прямо перед нами расположен ЖК Риверстоун. Очень интересно было бы узнать, застроится ли вся вот эта территория перед комплексом. Но, судя по заборам внизу, скорее всего, таки да, таки застроится. Вот эта штука называется сетка для кондиционера, для наружного блока. Ну, а мы продолжаем. Мы, наконец, добрались до завершающей точки хозяйского санузла. Вы можете удивиться и задать вопрос, а что же здесь делает унитаз? На это я дам свой субъективный ответ в завершении этого видео. Здесь, как и в первом санузле, и на кухне установлен вентилятор. Вот тут находится коробка с комплектующими к этому вентилятору. Так, здесь мы видим подвод водоснабжения. Сейчас глянем на армировку проема. Выполнена таким же образом, как и по всей остальной квартире. Вот вся разводка коммуникаций по сантехнике. Подвод воды к вот этой штуке, о которой я сейчас еще поговорю. Ну, и ввод воды для обеспечения нужд санузла. Каней на переправе не меняют. Все те же трубы КАН, подключение унитаза. По уровню стяжки он приблизительно такой же, как и в первом санузле. Чуть-чуть меньше. Так вот, обещал вам сказать свое мнение о наличии пожарного рукава и унитаза. Здесь есть два варианта. Либо это просто отмывание бабла, либо тупое следование советским ГОСТом. Во что мне, честно, слабо верится. Так вот выглядит водомерный узел ЖК-7. При проведении замеров мы стараемся заглянуть даже в самые потаенные уголки. Вот таким образом выглядит прихожая. Группа, коридор, моб. Называйте это как хотите. ЖК-7. Скажите, похоже на то, как выглядит эта же часть здания в галактике. И мы молодцы, ребята стараются. Прикольно, что все здесь сделано через датчики движения. Такая вот система экономии электроэнергии. Это правильно, поскольку это рационально. И нужно так делать везде, нужно беречь нашу планету. Вот это переход в секцию А. В секции А мы делали ту квартиру, которую вы видели ранее на нашем канале. Сейчас находимся в секции Б. Вот. Замеры произведены. Поэтому сейчас будем собираться и потихонечку ехать на следующий объект. Вот такими вот были замеры и наше исследование ЖК-7. Вы находитесь на канале Good Idea. Если вы еще не подписались, обязательно нажмите на кнопочку подписаться. Нажимайте на колокольчик. Порайдуйте нас чуть-чуть больше, чем обычно. Оставляйте свои комментарии. С вами, как всегда, был Кевшин Александр. Вот где-то там Любаша, Сережка. Незаменимая машина, которая возит нас везде и всегда. Какой бы смешной она ни была, но это классная штука. ЖК-7. Всем до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok